Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу, и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний людьми, избранными на выборные должности. По мнению министров, законы могут злоупотреблять. Кроме того, в проекте не было приведено доказательств, что депутаты не исполняют предвыборные обещания. Поэтому в России не поддержали этот закон. Вы улучшаете жизнь? Нет, только обещаем красивое. Нужно срочно принять закон о первом слове, которое съела корова. Да и что значит «нет доказательств»? Серьезно? Это, наверное, мы все обещания нафантазировали. Ну, начнем с того, что в России-то как раз поддержали закон. А эти – это не Россия. Это элитные гастарбайтеры, у которых все за бугром. Ну, если бы приняли закон, то мы остались бы без чинуш, депутатов и даже без президента. Все бы поехали в Сибирь валить лес. Не, уголовка – это, конечно, перебор. Но вот дать право гражданам отзывать депутатов надо. Ну или хотя бы за неисполнение обещаний не сидеть у власти по 20 лет. Предлагаю еще внести законопроект, например, если депутат не выполнил свое обещание, то при каждом цитировании СМИ этого депутата вначале выдавать текст шрифтом в два раза больше «Данный депутат брехло и балабол». Ну, как со СМИ с маркировкой «иностранная кинта». Нынче, знаете, модно. Боюсь, депутаты этот закон тоже не примут. Но зачем ты так плохо думаешь о народных избранниках? Ведь если не примут, то депутаты до конца жизни будут испытывать стыд перед народом. Ночами спать не будут. Дальше. Пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, предложили пойти подрабатывать. Такой совет дал сенатор и председатель Президиума Союза Пенсионеров России Валерий Лизанский. Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время. Если есть силы и возможности, то можно где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой, заявил Лизанский. Ну, если коротко, то сенатор Рязанский посоветовал пенсионерам, которым не хватает денег на еду, идти нахрен. Ну, еще можно сесть на диету, не есть после 65-ти. А так, если совсем хреново и нечего жрать, то всегда можно жить по данным ВЦИОМа и Росстата. Да, всю жизнь платить в пенсионный фонд, чтобы на пенсии не отдыхать, а подрабатывать. Отличный совет. А то, что работающему пенсионеру хрен увидеть индексацию пенсии, потому что Силуанов сказал, что слишком жирно будет, сенатор скромно промолчал. Теперь понятно, чего это в Совете Федерации почти одни пенсионеры подрабатывают и советы раздают. Бред нести, знаете ли, совсем не сложная подработка за такую-то зарплату, чтобы вам вот под конец жизни никто стакан воды не подал, а только советы раздавал. Например, где достать воду и стакан. Эти люди вообще знают, что такое работа на шахтах и так далее. Лопату в конце концов в руках держали. Эти люди лопату, которой деньги гребут, из рук не выпускают, даже когда спят. Крупнейшие компании-местоприработчики предупредили россиян о будущем подорожании своей продукции. С конца октября, начало ноября колбасы, сосиски и прочие мясные изделия могут подорожать на 7-20%. А то они прям стояли на месте, дольше всех, мать твою, держались. Хорошо, что предупредили, а то, я уж думал, без предупреждения повысят, и так сразу легче стало на душе. Ну, мяч на нашей стороне, и мы тоже предупреждаем производителей, что будем меньше покупать их колбасные изделия. Посмотрим, кто кого. С такими эффективными менеджерами мы продукты чаще начали видеть в новостях, чем в наших холодильниках. Слава Богу, хоть зарплаты не повышают, а то вообще бы все охренели. Ну, так-то все логично. Дерево подорожало, значит и бумага подорожала. А колбаса у нас традиционно состоит из газет и туалетной бумаги. Так что, кажись, в кои-то веки не соврали. Это же хорошо. Здоровее будем. Надо есть лосось, красную икру, устрицы, пирожные, но это только если нет хлеба. От таких новостей все больше кажется, что я в полной заднице. Ну, могу успокоить, тебе не кажется. Зато в какой большой компании вместе, так сказать, веселей. Дальше. Правительство разрешило повышать плату за капитальный ремонт в многоквартирных домах из-за подорожания стройматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Бешустин. Повышение может составить до 25%. Ну, наконец-то. А то, знаете, надоело уже платить эти копейки. Дошло все-таки мое письмо до Терешковой. Забавно, у нас в стране хрен доживешь до пенсий и до капремонта. Зато исправно платим взносы и за то, и за другое. Зашибись. Сперва допустили рост цен на стройматериалы, теперь допускают, что за это должно платить население. Да вы даже с дешевыми стройматериалами нихрена не делали, а с повышенными ценами, я так понимаю, вообще пердец наступит. Но ничего, ничего. Следующие выборы через пять лет. Вот тогда мы их, бляха-муха, и мы покажем все, что мы о них думаем. Дальше. Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. По его словам, премию нужно отбирать в случае выявления фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Володин считает, что такая практика поможет вернуть доверие к Нобелевской премии мира, которая сейчас дискредитирована. Наверное, пальмового масла переел. Да, начался недолгожданный сериал под названием «450 клоунов в восьмой сезон». Лучше бы занялся вопросом, как вернуть доверие к себе, ну или введением процедуры отзыва Володина. Знаете, это помогло бы вернуть доверие народа к власти. Согласен, эта премия себя дискредитировала, но при чем тут Володин? Возможно, простые люди часто его об этом просили. Народу же куда важнее отзывы Нобелевских премий, чем, например, отзыв пенсионной реформы, пальмового масла и так далее. Володин, нам, россиянам, вообще пофиг на отзыв Нобелевских премий. Зато есть куча мега важных отзывов, которыми должен заниматься лично ты в стране, а не где-нибудь за бугром. Займитесь своими делами. МВД Башкерии проверяет информацию о целительнице, которая лечит от коронавируса, пуляя больным по башке крапивными пулями из пневматического пистолета. Женщина утверждает, что таким образом исцелила уже тысячи человек. Полиция заинтересовалась ей после того, как она дала интервью о своей деятельности. Ковид, крапива, два ствола. Мне кажется, что свинцовые куда надежнее будут. Сто процентно избавляют от ковида, да и от всех других болезней раз и навсегда. А лимонки у нее в арсенале есть? Меня пугают слова тысячи больных. Да, согласен, для тысячи так-то пулемет, заряженный крапивами, нужен. Или лучше вообще начинить целую ракету тополь-М крапивой и жахнуть экспериментально по Воронежу, например. Я бы, знаете, еще усилил ингредиентом в виде подорожника. Ну, с этой мадам все ясно. Меня больше интересуют те, кого она лечит. Прости меня, господи, но они же действительно нуждаются в лечении. Просто не к тому обратились. Да что уж говорить о простых людях, когда у нас сам целый пресс-секретарь Путина Песков с бейджиком-блокатором вирусов ходил. Хе-хе. Я бы вот нисколько не удивился, если бы он и к ней тоже сходил. Вот как-то так. Дальше. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о том, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Говорит, что не сумели донести до населения мысль о том, что следует вакцинироваться. Это факт. У людей нет доверия к вакцине. На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает, заявил Толстой. Вице-спикер добавил, что ученые не смогли проявить себя в этом направлении, поскольку подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Кажется, кому-то тоже захотелось в Кабо-Верде, но отправить могут и в перуанскую деревню. По словам. А так, народ не доверяет не вакцине, а именно властям. Люди не верят, что от власти может исходить что-то хорошее. Граждане любое высказывание со стороны властей по умолчанию воспринимают как брехню. Ну, знаете, такое бывает, когда 30 лет занимаешься балабольством. Вон Песков посетовал на несознательность россиян в вопросе вакцинации. Посетовал человек, который до сих пор не вакцинировался. Человек, который ходил с блокатором вирусов. И я не понял, при чем тут ученые? Мало того, что плохой народ достался этой власти, так еще и ученые. Все, как всегда, хорошо, хоть и агентами не назвали. Это точно. Как раз вот ученых мало кто спрашивал. На экранах мелькали одни депутаты, чинуши, какие-то левые эксперты. И Малышева со своей «коронавирус чудо чудесное». Короче, на протяжении всей пандемии несли какую-то чушь. И только и занимались, что нарабатывали себе сраные очки. Я уже молчу про массовые мероприятия, организованные властями, которые, если послушаешь их, коронавирус обходил стороной. А президент, я его ни разу не видел в маске. Всех мировых лидеров видел, а его не видел. Зато народу без маски штраф. И о каком доверии вы говорите после этого? В общем, вы проиграли кампанию, которая стоила государству самого главного и самого дорогого – доверия собственного народа. Вот как-то так. Дальше. Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина. По его словам, Путин неоднократно практикует предсказывания будущего. Президент неоднократно выступал с пророческими заявлениями. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушивается, но потом понимает, что так оно и происходит. Заявил пресс-секретарь Путина в эфире телеканала «Россия-1». Он еще и пророк. Вангует? Ну, что могу сказать. Пусть прекращает практиковать. Уж больно хреново у него получается. Да, точно и Нострадамус. Тут больше подойдет предсказамус Нострадал. Пока я президент. И дальше мы видели его пророчества. Особенно запомнились пророчества о при цене нефти ниже 80 долларов за баррель мировая экономика. Рохнет. А пропенсионный возраст. Среднюю зарплату 2700 долларов к 2020 году. А 25 миллионов высокотехнологических работников мест и так далее. Не знаю, как там пророк, не пророк, а вот сказочник Ганс Христиан Андерсон нервно курит сторонки. Не, конечно, можно сказать, что все его пророчества верны. Просто плохой народ с плохими боярами неверно их сбывали. Жители Нижегородской области пожаловали сети на скульптуру молодожен рядом с ЗАГСом в городе Павлова и назвали ее плевком в лицо. Люди предложили переместить скульптуры к стенам местной мэрии. Обидно, что такой город, как наш город мастеров, художников и умельцев, мог такое выкинуть. Пожаловался один из жителей. Навалил так навалил. Ой, простите, наваял. Я так понимаю, это большая куча номер пять. Наш ответ номеру четыре. Хе-хе. Случайно не родня Аленки из Нововоронежа? Не добил худьяр, потомство ставила ведьма. Свидетелем, кстати, можно было вызвать тульского пряника. Художник, наверное, так видит мир. Хреново у него выглядит мир. Получился памятник для отпугивания молодоженов. Пиджак жениху, походу, с порошенко срисовал. У мужика весь костюм в варикозе. Памятник целлюлиту. Скульптура вообще не осталось, да? Надо бы вот таких воятелей, как в древней спарте, сбрасывать с высокой горы, а следом их произведения. Ну, чтобы наверняка. Архитекторы, блин, с дистанционным образованием. Три зубца на кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра реновости. Ветер снес возведенные ради реставрации строительные леса со стены Кремля, а также повредил некоторые зубцы. А главный архитектор объяснил агентству Москва, что не считает произошедшее большой проблемой. Ну, большой проблемой там вообще мало что считают. 800 лет стояло, не сносило, а тут, видимо, ремонт недавно был. Да, я смотрю, в Кремле тоже хрынова с капремонтом и с ветхим жильем. Хорошо, хоть Спасскую башню не снесло, а то остались бы без Нового года. Ну, будем считать, что выпал зуб мудрости. А на ремонт остальных зубцов выделено 1 миллиард рублей. Не, ну а вы видели, какая сейчас стоимость услуг у стоматолога? Главное, чтобы Собянин зубец не заменил тротуарной плиткой. Я сначала подумал, что у Кремля крышу снесло. Это, знаешь, мы и без регистрации СМС постоянно в последнее время наблюдаем. Чего стоят одни перлы Пескова? Кстати, в Шумере по этому поводу почти государственный праздник устроили. Объявляли чуть-либо не о капитуляции Кремля. Ну, этих еще можно понять. Но россияне-то чему радуются? Это вообще-то наше культурное и историческое достояние. Прекрасное здание. Зажравшиеся власти когда-то-то уйдут. А это здание останется на века. Ну, если, конечно, не гастарбайтеры будут восстанавливать. Это знак свыше, пишут некоторые комментаторы. Нет, это всего лишь ветер и контуженные строители. Шутки шутками, но мне, например, было досадно видеть главное строение России вот в таком виде. Надеюсь, восстановят качественно и оперативно. Правда, для такого объекта могли бы нормальных строителей нанять, а не гастарбайтеров, у которых леса выстроены тяп-ляп. Реставраторы хреновые. Друзья, благодаря вашим репостам выпуска в соцсетях, лайкам и комментариям, наши выпуски вырываются в тренды и проект продвигается вперед. Нас видят новые подписчики, выпуски попадают в рекомендованные. И это все благодаря вашей поддержке. Друг мой, поставь, пожалуйста, лайк, если выпуск, конечно, тебе понравился. Оставь несколько комментов, поделись видео в соцсетях. Делай нескольких минут, а зато какая большая польза. Заранее огромное спасибо. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости, чужие странности. Поехали! На форуме, посвященном игре War Thunder, появился секретный документ по управлению французским танком Leclerc. Пользователь, который представился бывшим членом экипажа Leclerc 2, выложил его для того, чтобы выиграть спор по поводу характеристики танка. Это уже не первый случай. Ранее командир британского танка Challenger 2 выложил в сеть секретный документ с характеристиками этого танка. Военные посовместили свой игрок, увидел, что в игре War Thunder модель танка выглядит недостоверной и решил помочь разработчикам. Но создатели игры отказались использовать предоставленную им информацию. Есть пробитие. Французский и британский Дранкель с Жранкелем. Ну, как говорится, прошу доверить мне новую государственную тайну, так как старую я по пьяни разболтал. Зато доказали, что не балаболы. Ну, а что они не верили? Тем более командирам танков. Да, что не сделаешь, чтобы твое корыто в игре начало хоть как-то играться? Ну, беда. Неблагодарные разработчики игры использовать документы отказались. А вот вооруженные силы Российской Федерации не отказались и изучили. Готовы даже наградить. И вот зачем нам разведчики или шпионы, когда эти вояки сами все бесплатно сливают? И что за секрет на сей раз выдали? Рассказали, как французский танк поднимает белый флаг? Ну, в общем, секреты британского Челленджера и французского Леклерка у нас имеются. Теперь надо на этом форуме устроить срач между немецкими, израильскими и американскими вояками. В итоге будем иметь чертежи Меркавы, Леопарда и Абрамса. Первый случай, когда срач в интернете стал полезным. Все же не совсем понял, это свежая новость или старая. Это уже тенденция. Дальше. Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена с Россией Виктора Медведчука. Об этом он порассуждал в эфире телеканала ICTV. А в Раде заявили, что Медведчука можно было бы обменять на дешевый газ или уголь. Шо творится? Шо творится? Кума Путина на торги выставили. Это вообще как? 70 килограммов Медведчука обменять на 70 килограммов угля? Ей-богу, это, наверное, только сусиды так могут. Менять шумеров на шумеров за российские ништяки и чтобы еще за это заплатили. Кто-нибудь скажите этим папуасам в Раде, что в заложники они взяли своего гражданина. И разбираться с этим они должны сами. Да и Кремлю Медведчук нужен не в России, а именно на Украине, как оппозиционер. Нахрен он нам тут вообще сдался? Нам и Януковича, знаете, хватает. Изеля, ты так аккуратней там с такими заявлениями. Как бы потом тебя самого не пришлось обменивать, например, на рулон туалетной бумаги. Дальше. Королева Великобритании Елизавета II отказалась получать премию Старушка года, так как считает, что не подходит под возрастные критерии. 95-летняя королева объяснила, что она предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости. Она посоветовала найти более достойного получателя. Ну, например, ее сыну. Он уже давно больше похож на ее деда, чем на сына. Знаете, я и сам в свои 35 лет уже не против получить эту премию. Все болит, мать твою. А если я дожу до 95 лет, то можете называть меня как угодно. Ну, правильно. Какая она старушка. Ей всего-то 95 лет. На днях бросила пить. Сейчас спортом займется, скоро новую семью заведет, детей будет рожать. Какая она старушка. Она еще успеет выразить соболезнования о уходе на тот свет пару десятков премьер-министров. И кто не в курсе, первый раз она это сделала, когда ушел Уинстон Черчилль. Это, знаете, нам. Всем пора задуматься над тем, какой мир мы оставим после себя королеве Елизавете. Дальше. Украина предлагает «Газпрома» 50% скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом с 40 миллиардов кубометров в год, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС. Стадия торг. Каждый день предложение одно эпичнее другого. Чем ниже температура на улице, тем больше предложений. Как я и говорил ранее, термин «российский газ» грязный и плохой – это сугубо летний вид спорта. Еще немного и будут предлагать доплачивать за транзит. Вас послушаешь, так Россия враг и война с ней идет уже 7 лет. Видимо, России как агрессору скидка. Более того, как надежному и постоянному агрессору. Гибридная война – гибридная скидка. А остальные 50% натырят, как обычно. Режьте, сусиды, режьте, пока еще металлолом в цене и пока окончательно не заржавило. «Дейли Миррор» на британца и на его сад с неба неожиданно упали человеческие отходы, предположительно из пассажирского самолета. Королевский советник Джон Боуден, к которому обратился пострадавший, предположил, что причиной случившегося стола – бомбардировка пассажирского самолета и теплая погода, из-за которой эксперименты не замерзли в воздухе и попали на пострадавшего в жидком виде. «А говорит, что такое явление чрезвычайно редкое, но бывает. В общем, во всем виноваты пилоты, которые, похоже, случайно сбросили фекалии». «Там, случайно, не Михалков новый фильм снимал?» «Да уж, смело можно назвать этот день дерьмовым». «Новый вид бомбежки?» «Ага, говнотерроризм. Да ладно, с кем не бывает. Самолет обделался, высоты, наверное, боится». «Я вообще сначала подумал, что вагоны РЖД начали летать. В любом случае, больше не буду троллить тех, кто в жару с зонтиком ходит». «А так, мужик, не расстраивайся. У нас есть такая поговорка. Это к деньгам. В твоем случае, от авиакомпании». «Да и сад удобрили». «Да, какули не замерзли, а попали на пострадавшего в жидком виде». «Ну, королевскому советнику виднее. Наверное, не первый случай». «То есть, теоретически, человека может прибить замороженной какахой?» «Да уж, не хотел бы попасть в первые полосы газет с фразы «откинул копыта из-за замороженного говна». Дальше. «Советник президента Украины пригрозил Путину направить ракеты на Москву. Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. Мы работаем над ракетной программой, и наши ракеты смогут достать до Москвы», сказал Арестович телеканал «Дом». «Также он предсказал конец России в случае нападения на Незалежную». После семи лет войны с Россией шумеры заявили, что Россия может напасть. Насчет ракет. Все же Юлька с атомным пистолетом была намного убедительнее, чем этот дилетант. Вы даже свою ГТС модернизировать не в состоянии. Какие нахрен ракеты? Из магазинов фейерверков? Тем более против ядерной державы. Зачем они делают такие заявления и выставляют себя на посмешище? Давненько таких персонажей не появлялось у сусидев. Этот Цицерон прям за всех отжигает. Уже прилично так наболтал. Там, похоже, любой, кто убежал от врачей, сразу становится политиком и начинает раздавать интервью. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящейся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА